Одному из старейших СМИ Чувашей, Канажской студии телевидения, исполнилось 20 лет. В истории телекомпании было все и взлеты, и падения, и неожиданные виражи. К своему юбилею они подошли с хорошим опытом и большим багажом. Канажская студия телевидения начала вещание 1 декабря 1993 года. Небольшой коллектив телекомпаний вкладывал все силы, чтобы выдать в эфир качественный продукт. Было интересно, но очень страшно делиться впечатлениями сотрудники. С тех пор прошло немало времени. Страх прошел, интерес к работе остался. А нравится общаться, проводить беседы, разговаривать, ездить на съемки. Безумно нравится. Любой человек готов идти на общение, готов идти на беседу. Главное, как к нему подойти. На телеканале производят развлекательные информационные детские программы. Самая рейтинговая новости Канаша. Зрители все же отдают предпочтение телевидению. Зрители все же отдают предпочтение телевидению, а не интернету, утверждает директор студии. Канажская студия телевидения – это еще и кузница кадров. Для многих режиссеров, редакторов и операторов она стала своего рода трамплином. Евгений Анисимов, оператор национального телевидения «Чуваши», один из них. Для меня это в первую очередь школа. Там я начинал работать. Любой, наверное, оператор, который вообще приходит в эту профессию, начинает, наверное, с каких-то маленьких компаний, студий, так сказать. Я начинал с этой. Мне она очень нравилась. Я работал там полтора года и до сих пор, наверное, скучаю по этому коллективу. Там замечательный коллектив. Ну, научился вообще работать с камерой, каким-то базовым знаниям научился, монтажу. Захотелось просто идти дальше, поэтому и ушел. Хотелось большего развития такого. Менялись на телевидении не только сотрудники, но и руководство. Владимир Тимофеев встал у руля, когда компания была в плачевном состоянии. Он вложил много сил и средств для ее развития. Теперь мечтает о большем. Одно из моих пожеланий – объединить все эти студии, и чтобы они сообщали, вещали на всю республику. Имеется в виду ВГТРК Чувашия, даже филиал московский, филиал. Национальное телевидение и канаджеские студии телевидения сообща, создали бы единую мощную трансляционную систему и вышли бы в республику. За 20 лет работы телекомпания прошла через многое, но, сохранив свои традиции и оптимизм, продолжает двигаться вперед. Ольга Алексеева, Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.